Самые активные и творческие специалисты по работе с молодежью из 21 района области и Омска встретились на очном этапе конкурса профессионального мастерства, чтобы представить свои наработки и познакомиться с опытом коллег. Одна из основных целей – это создать условия для выявления и поощрения лучших специалистов, которые реализуют государственную молодежную политику на местах, на уровне муниципалитетов. И это, конечно же, очень хорошая возможность для обмена опытом работы, это возможность посмотреть, как работают твои коллеги в других муниципалитетах, может быть, принять какие-то новые формы работы, новые направления деятельности. Это возможность развиваться в первую очередь. На заочном этапе участники писали эссе. В финале же им предстояло показать самопрезентацию, которая отражает основные аспекты деятельности специалистов и объясняет, каких успехов им удалось добиться в сфере реализации молодежной политики на местах. Пожалуй, именно это конкурсное испытание оказалось самым непростым. Выступление перед большой аудиторией вызвало волнение у каждого. Подготовиться на самом деле было несложно. Эссе, самопрезентация, когда ты на самом деле работаешь, написать это очень просто. Ты просто выкладываешь свои мысли, а вот здесь выступить уже и не разволноваться, это уже намного сложнее. Как и получилось, что вышел маленечко, переволновался и все не сказал, что нужно было сказать. Но регламент есть регламент. И только моя вина. Будущий год. Новые возможности. Будем уже знать, готовиться. Завершающим аккордом в череде конкурсных состязаний стало участие в дебатах, где специалистам необходимо было проявить свою эрудированность и красноречие. А пока компетентное жюри выявляло лучших, конкурсанты узнали много полезной информации в рамках семинара совещания, где перед ними с докладами выступили руководители органов и учреждений сферы молодежной политики. Победители определили в двух категориях. Среди специалистов со стажем работы до двух лет и тех, кто работает больше этого срока. Ими стали специалист по работе с молодежью Центра по работе с детьми и молодежью Павлоградского района Кристина Ирасик и специалист городского Центра социальных услуг для детей и молодежи Мария Хомко. Надо отдать должное детям. От них идет заряд энергии, и ты от них заряжаешься. И у тебя есть еще больше стремление чего-то больше достигать, чего-то делать, чтобы вместе с ними. То есть это не я, это заслуга не одной меня, так скажем. То есть это заслуга всех нас вместе, моих ребят, педагогического отряда и меня. Поддержать конкурсантов, а также вручить победителям и призерам заслуженные награды прибыл министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянский. Такие конкурсы, их нужно проводить во всех сферах социальных, сферах экономических, потому что специалисты нуждаются в поддержке, нуждаются в признании. Тем более, когда министр здесь на награждении. Это очень вдохновляет и, я думаю, мотивирует специалистов на дальнейшие какие-то инновации и работы, и разработку каких-то новых форм деятельности. В следующем году конкурс отметит свой юбилей. А активные работники молодежной сферы региона постараются сделать его максимально полезным и запоминающимся благодаря новым и интересным проектам.